Добролётчики Здравствуйте, ребята! Приветствуем вас в самой доброй школе самого доброго клоуна – школе доброты. Доброту глухой услышать может и увидит без труда слепой. Каждый день, что будет нами прожит, озарим давайте добротой. Бескорыстно руку протяните тем, кого постигла вдруг беда. Добрые слова вы говорите. Каждому нужны они всегда. Старайтесь быть добрее и сердечнее, благим делам не надо счёт вести. Давайте все мы будем человечные, лишь доброта сумеет мир спасти. На прошлом уроке мы говорили о позитивном мышлении и о том, насколько оно важно для нас. А сегодня мы поговорим об одной, пожалуй, самой удивительной способности человека. Секрет заключается в том, что физически эта способность не существует, но мы её постоянно чувствуем и ощущаем её работу. Эта способность как окно, через которое чувство доброты проникает в сердце человека. От него в жизни зависит всё – и любовь, и дружба, и честь, и доброта, благородство, счастье, наш характер и даже наша судьба. С его помощью происходит воспитание духа, патриотизма и нравственности. Эту способность невозможно потрогать руками, увидеть глазами или определить научными приборами. Эта невидимая способность является нашим другом, надёжным помощником и главным путебодителем по жизни. Со своим компасом и личным навигатором. Эта способность, как орган чувств, была нам дана для безопасности с самого нашего рождения. Развивается наука и технологии, приходят и уходят реформы, а этот природный инструмент всегда остаётся неизменным. Он обладает своей особой энергией, оберегает нас от отрицательных поступков и плохих мыслей. Если ты дружок, весь в сомненьях, что-то не так, волнуется душа, в голове твоей путаются мысли. Ты пошёл не той дорожкой, это неспроста. Ты сотворил недоброе дело, кого-то обманул или обидел вдруг. Запомни-ка, дружище, чистая совесть – это твой самый верный друг. Итак, вы догадались? Сегодня мы поговорим о совести. И сразу внимание вопрос. Что такое совесть и зачем она нам нужна? Совесть для человека, как маяк для мореплавателей. Благодаря ней мы живём правильно. Это внутренний голос, ну или справедливый советник. Совесть нужна, чтобы не оступиться и всегда в жизни поступать правильно. Совесть – это когда ты в согласии сам с собой. Совесть настраивает нас на благородный образ мышления. Этот внутренний голос призывает нас совершать только чистые поступки. Если же человек поступает дурно, его начинают мучить угрызения совести. Где нет стыда, там нет и совести. Бессовестный человек – это человек бессердечный и равнодушный ко всем окружающим. У каждого пылают страсти, неожиданно вспыхивают эмоции. Избавиться от страстей и эмоций невозможно. Но с помощью совести можно эти эмоции регулировать. Для того, чтобы мы никогда не обманывали и жили честно, в согласии с самим собой. Без совести нет ни правды, ни справедливости, одна ложь и обман. Совесть помогает соблюдать внутреннюю чистоту. Помогает нам не потерять свои лучшие человеческие качества. Это наш внутренний голос, который, когда мы делаем что-то не так, начинает нас царапать, скребет, будоражит и сжимает сердце. Появляется ощущение, словно кто-то призывает разум жить по совести. От уснувшей совести очень неправильно развивается человеческий дух. От поврежденного духа страдает и болеет душа. А от больной души болеет и тело. Есть два способа успокоить совесть. Первый – отвернуться и забыть ее. Так делать нельзя. Второй способ – это покаяние. Вовремя опомниться. Попросить прощения и изменить свое поведение. Образ своего мышления изменить в лучшую сторону. А сейчас, внимание, вопрос. Как, на ваш взгляд, можно успокоить совесть? Если человек усыпляет свою совесть, чтобы жить проще, потом ему всегда еще тяжелее. Когда поступаешь по совести, она не терзает тебя. И на душе тогда тоже спокойно человеку. Некоторые люди могут успокоить свою совесть в обмен на деньги, но так делать плохо. Совесть спокойна, когда ты ее слушаешь и учишься у нее. Родной дом совести – это наше сердце. А сердце является главным источником питания для развития всего организма человека. Наука утверждает, что вся Вселенная пронизана энергией разного качества, разной частоты и разной вибрации. Деревья – это энергия. Горы – это энергия. Душа, вода, мысли и чувства человека – это тоже энергия. Таким образом, каждый человек со своей энергией является частью этого огромного мира. Ученые открыли, что кроме крепких мышц в сердце человека находится еще крошечный мозг, где присутствуют такие же нейронные клетки, как в голове. Они постоянно взаимодействуют с головным мозгом. И голос совести помогает нам соблюдать моральные обязательства, которые влияют на то, каким этот мир будет. Но наш разум очень сильно отличается от разума сердца. Голос сердца не поддается влиянию со стороны. Его невозможно обольстить или подкупить. Он справедлив в своих размышлениях и никогда не меняет точку зрения. А вот головной мозг самостоятельный. Он отвечает за всю жизнедеятельность организма. Для этого в нем живет инстинкт самосохранения, который всегда настроен в любой ситуации «надо выжить». Он очень любит комфорт, привыкает к лести, лицемерию. Его легко обмануть и соблазнить. Поэтому наш разум часто выбирает не то, что честно, а то, как выгодно. Он быстро привыкает быть жадным и равнодушным другим людям. И человек не замечает, как начинает говорить одно, думать другое, а делать третье. Одной рукой предлагает любовь и мир, а другой рукой создает атомную бомбу для уничтожения всего человечества. Невидимый голос сердца стремится удержать нас от неправильных мыслей, поступков, которые мешают соблюдать естественные законы жизни. Совесть обеспечивает нам внутреннюю безопасность. Она призывает исправиться. А если исправление не произошло, совесть начинает активно действовать. И те беспокойные, неприятные сигналы, которые появляются внутри нас, говорят нам о том, чтобы мы не ждали, а срочно вмешались, чтобы наши чувства, слова и поступки не противоречили друг другу, а действовали согласованно. Страх, лицемерие, лесть заставляют нас предавать в самом себе свою совесть. Я уверена, ребята, что среди вас предателей нет. Сохранить свою совесть помогают такие прекрасные качества, как смирение, что означает сдержанность и умеренность. Смирение возможно только у человека с чистой, просветленной душой, способного безропотно терпеть невзгоды, прощать людям, быть кротким и нечиславным. Философы говорят, что смирение – это мать покоя и счастья. Смиренный человек – вежливый и почтительный. Смирение помогает развивать в себе лучшие человеческие качества. А теперь, внимание, вопрос. Какие человеческие качества помогают совести? Благородство, разумность и трудолюбие. Дисциплина, хорошее воспитание, чувство меры и внимательность. Честность, порядочность, доброта и терпимость. Вежливость и опрятность, дружелюбность и доброжелательность. Смирение – само по себе огромная сила. Смирение помогает изгнать все слабости и недостатки. Человек, лишенный смирения, все равно что сирота. Смирение помогает поддерживать контакт со своей совестью. Один из самых ярких примеров смирения – это наши мамы. Перед тем, как мы появимся на свет, мамы терпеливо целых 9 месяцев носят нас внутри себя. Делятся с нами своими силами. И многие из них теряют свое здоровье. Терпят огромную боль и все ради того, чтобы дать нам жизнь. Сегодня вы стоите на распутье двух дорог. Жить по совести или без нее? Многие для достижения своей цели игнорируют и даже предпринимают попытку умышленно заглушить в себе внутренний голос разума. Про таких говорят у этого человека выжженная совесть. А это очень сильно влияет на судьбу. Бессовестный человек наказывает себя сам. Совесть может спать до поры до времени, а когда она просыпается, то может грызть всю жизнь, как в романе Достоевского – «Преступление и наказание». Главное – вовремя осознать свои ошибки и изменить свой взгляд на происходящее. Раскаяние спасает нас от полного духовного разрушения. А те, кто живет по совести – это настоящие добролетчики, которые на крыльях своей души несут добро по всему свету. А тот, кто несет добро, не может быть бессовестным человеком. Игра – очень важный инструмент, который раскрывает внутренние возможности каждого человека. В игре под присмотром совести формируется сильный дух, который определяет содержание разума и воли. Играя, мы развиваем наблюдательность, ловкость, находчивость и становимся добрее. Игра помогает нам смотреть на мир добрыми глазами через восхищение, радость, восторг, обожание, любовь. И весь внутренний мир настраивается на искренность и откровенность. Игра – это опыт взросления. Она учит нас контролировать свое поведение и нести ответственность за свои решения. Игра делает нас мудрее, а мудрость – это не только количество знаний, а еще способность применять знания с пользой. Когда мы доверяем голосу совести, наш разум пробуждается и выходит на более высокий уровень мышления, который и называется мудрость. Внимание, вопрос! Так что же такое мудрость? Это умение применять в жизни свои знания. На ошибках мы учимся и становимся мудрее. И чем больше у тебя знаний, тем больше мудрости. Мудрость приходит со временем. Когда человек ошибается, это неплохо. Во время игры мы активно взаимодействуем друг с другом. Помогаем, поддерживаем, защищаем интересы товарищей и вместе учимся побеждать. Для наших игр нам не нужно специальное дорогое оборудование. Все самое ценное уже давно находится внутри нас. А закончим мы наш сегодняшний урок в школе доброты по традиции гимном всех добролетчиков. Если кто-то забыл слова, не расстраивайтесь. Припев очень простой. Давайте вместе его споем. Добролетчики отважны и смелы, справедливость и добро несут они. Мы на добролете землю обогнем, вместе взявшись за руки весело споем. Мы хотим учиться, мы хотим дружить, мы хотим смеяться, в мирном мире жить, Чтоб над всей планетой, да-да-да, провели любовь и доброта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова